Эта знакомая мелодия Долгое время имя композитора не вспоминали, но песни, оставленные им, не ушли в забвение. Субтитры создавал DimaTorzok Весной 1896 года в Срединном мире родился человек, которому суждено было стать одним из первых основоположников развития якутской музыкальной культуры первой половины XX века. В нашем архиве на хранении находится ряд интересных документов. В первую очередь это метрическая запись книги Якутской Богородицкой Церкви. Запись о рождении сына Адама в семье якутского крестьянина Василия Скрябина и его жены. От 18 мая 1996 года, так как у нас расхождение старым и новым стилем 12 дней составляет, значит он родился 30 мая по новому стилю. Мать у него из немегенцев, хангалаский уз, отец из Жемкона. Но она рано овдовела, переехала в Якутск. Это зажиточные были, и она тут в залогом начала строить. И была крупным домовладелицей. Они все вместе жили в залогом. Два дома было на Чапалово-Честыре. В одном жила дочь Евдокия, ну в смысле сестра старшая. В одном доме, а в другом доме она сына. В свое время добротно построенные дома сегодня доживают свой век. Здесь каждый двор дышит историей. Чудом сохранился дом, где вырос Адам Скрябин. За этими окнами протекала жизнь полное вдохновение. Адам с детства играл на всем, что попадется под руку. На балалайке, мандолине, на скрипке. Он ремонтировал инструменты, пришедшие в негодность. Сам мастерил крымпу из дерева, натягивал струны из лошадиной гривы и целыми днями с утра до вечера играл. Матери это занятие было не по душе. И частенько, рассердившись, она ломала инструменты. Порой даже сжигала. Видимо, мать была очень властной женщиной. Хотя сама обладала прекрасным меццесопрано. И когда у нее было хорошее настроение, напевала под его музыкальное сопровождение. Однажды Адам объявил матери протест. Если будешь продолжать сжигать мою крымпу, то я больше никогда не прикоснусь ни к одному инструменту. Прошла неделя, и мать не выдержала. Спросила сына, почему не играешь? Рассказывает, что с тех пор они стали вместе петь и музыцировать. Александра Игнатьевна, думая о будущем сына, понимала, что он должен стать образованным человеком. В своей автобиографии Адам Васильевич писал. Первое образование я получил у сыльнополитического Ионова. Учился два года. После школы Ионова поступил в Якутскую духовную семинарию. Окончил четыре класса училища. Он учился с 1909 по 1913 год. И здесь вот отмечены все его достижения в учебе, какие-то успехи, поведение отмечается, предметы. Где-то хорошо учился, где-то плохо. По этой дороге Адам добирался до места учебы. Сейчас это перекресток с улицы Чепалова на Чернышевскую. Отсюда рукой подать до комплекса Богородицкой церкви и Якутской духовной семинарии. Здесь прошло становление будущего хормейстера и композитора. Уроки музыки, концерты общества любителей церковного пения еще больше пробуждали интерес к музыкальному искусству. Ведь в репертуаре архиерейского хора были и произведения Бетховина, Чайковского, Глинки. Якутский народ до прихода русского населения, церковных обрядов, православия мыслил одноголосно. Да, мы исполняем наш круговой танец Ахмохай, но он исполняется как бы в системе монодельного мышления, идут подголоски. Но это не как у грузин, это не как в русском многоголосии подголосочном. Вот его имя, Адам, первый человек, который смог открыть дверь для якутской музыки в российском международном музыкальном пространстве. Музыка всюду сопровождала Адама Скрябина. Ни один праздник, будь то семейное торжество, свадьба или концерт не обходились без его участия. В этих мероприятиях он выступал не только как артист, но и как организатор художественной самодеятельности. Но Александра Игнатьевна, матушка Адама, по-другому представляла будущее сына и всячески пыталась отвлечь его от музыкального поприща. Устраивала учеником в торговую фирму, а когда поняла, что ее хлопоты напрасны, решила изменить его жизнь другим способом. По воле матери в 18 лет он женился на Агриппине Шадриной, девушке из обеспеченной и уважаемой семьи из западно-конголазского Улуса. Глава семейства Иван Петрович Шадрин был одним из потомков прародителя Эляя. Пользуясь авторитетами и деловыми качествами, не раз становился делегатом и участником различных жизненно важных съездов. Вместе с женой Александрой Николаевной они воспитывали четверых детей. Адам, женившись на их единственной дочери Агриппине, оказался в обществе известных и влиятельных семей того времени. Отец Агриппины оказался человеком на редкость музыкальным, способным играть на разных инструментах. Увлечение музыкой со временем переросло в творческое сотрудничество. Таким образом, на слова своего тестя Ивана Петровича, Адам Скрябин сочинил несколько песен, которые, как говорится, пошли в народ. Это было время расцвета целой плеяды интеллигенции. Адам Скрябин, анимподист Сафронов, Новгородов, Ксенофонтов, Широких и другие. И это же время было способно человека уничтожить, исцелить и обтесать. Но его образ безупрещен. Он всем своим видом показывает романтически настроенного человека, живущего только музыкой, как будто все остальное для него не столь значимо и важно. В предреволюционное время в жизни Адама Скрябина произошло еще одно важное событие. Он познакомился с поэтом и драматургом, анимподистом Сафроновым Алампа. С этого момента музыкант становится членом культурно-просветительского общества Саха Аймах. Именно здесь он находит единомышленников и поддержку для развития национальной музыки. В 1917 году, 31 декабря, на вечере, устроенным обществом Саха Айма, впервые был исполнен в хоровом исполнении под руководством Адама Скрябина две песни на стихе анимподиста Сафронова. Это «Дыган Кирджагаз» и «Саргалардах Сахаларбен». Вот с их тандема, можно сказать, вот пошла в народ, вот массовые песни. Новый музыкальный язык, он создается не на пустом месте, у каждого народа. Это, прежде всего, собственный фольклор, народная культура, собственные музыкальные впечатления. И Адам Скрябин прекрасно понимал, что он должен обрабатывать, перерабатывать народную музыку и вносить ее в новом качестве, доносить широкому населению. Они дружили и понимали друг друга, потому что оба были такие творческие люди, можно сказать, до кончика ногтей, поэтому они очень хорошо понимали друг друга. Адам Васильевич Скрябин был моложе анимпатиста Ивана Сафронова на 10 лет. Конечно, признавая талант анимпатиста Сафронова, он всегда преклонялся и внимал всегда его советом. Пользовались народе большим уважением, также они пользовались уважением и авторитетом среди руководства нашей республики, потому что в национальном архиве хранится документ предписания председателя Губривкома Степана Оржакова о выдаче продовольствия Адаму Скрябину и анимпатисту Сафронову как единственным руководителем, там уточнено, 1-й национального хора, 2-й национального театра. Адам Васильевич Скрябин Но единственным то, что он еще перевел на ноты. Тогда нотной записи вообще у нас не было. И вообще тогда и музыкальную школу, и других музыкально-мастерских, в 20-е годы создавались, в Якутской самом Якутской, но они долго не проработали, всего полгода, вот, закрывались. Адам Васильевич Скрябин работал в общезвольтных школах. В 20-е, 23-е, 24-е годы работал в Якутской национальной военной школе, песни преподавал и организовал впервые Якутский духовый оркестр, руководил духовым оркестром. И кроме того, он является первым хормейстром Якутии. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Сама система истребовала, это было веление времени, потому что мышление было коллективное, нужно было обязательно, чтобы был коллектив. А проще, чем исполнить голосом, это самый основной инструмент музыкальный, человеческий, это его голос. А когда собираются все вместе, и вместе исполняют, творят, и хоровое искусство, оно именно замечательно тем, что все вместе, одновременно, могут постулировать какие-то идеи, убеждения, которые выражаются в словах, и не подкрепляются народными интонациями, положенные на современную многоколосную систему, которая именно возникла в такой активной форме, песенная культура массовая, советская, социалистическая, российская, стала внедряться именно после революции. И его большая заслуга и миссия в том, что он это все впервые взял, обработал, изложил. Он понимал, что коллектив, который он возглавил, должен исполнять на якутском языке обработку якутских песен. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот 7 ноября 1920 года было создано общество САХА ОМОК. Первым выступил по организации нового общества, конечно, от имени руководства, они поделись Иваном Сафроновым, и сразу после него выступил хор, также под руководством Адама Скрябина. Они исполнили якутский национальный гимн. Надумается, что это все-таки была песня САХА РЭТА, которая начинается в Дыган-Крджа-САГАТА. Эти поэтические строки позже для Алампы окажутся роковыми. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Гражданскую войну, не знаю, как сейчас повстанцы, а в то время белогвардейцы, бандиты говорили, да, в советское время, вот они исполняли эту песню, когда они заседали, вот они с большим воодушевлением, они же все-таки за свой народ тоже были, да, и поэтому эта песня стала считаться вот белогвардейской песней, бандиттер-реллера, песней белобандита, поэтому как-то тоже, вот песня тоже была, можно сказать, репрессирована, и поэтому на мелодию вот переложили стихи Константина Сокольникова, а Сокольников, как известно, был с Алиэры, а не подица Сафронова. Песня Саха-эрэта получила новое название «Песня рабочего», а также песня «Овеянный счастьем Якут» прозвучали в 1923 году в Москве в стенах Большого театра на Вечере народностей, когда якутская делегация принимала участие в первой всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке. Выставка имела широкий резонанс. На Воробьевых горах в рекордные сроки был выстроен целый комплекс из 255 построек, среди них был выделен павильон и для Якутской автономной республики. Скрябин отвечал за организацию культурной программы, и, понимая значимость этого мероприятия, на руках имел сопроводительное письмо от председателя общества Саха-Амук Василия Никоноревича Леонтьева с обращением к музыкальному сообществу Москвы о содействии в прослушивании якутских напевов и песен, а также их публикации. Удача улыбнулась, когда якутский павильон посетили знаменитая оперная певица Антонина Нежданова и руководители Большого театра. Прочитав письмо Леонтьева, они посоветовали обратиться к директору Государственного института музыкальной науки. Меня встретили и провели в комнату, где стояли физгармония, рояль, пианино и фонограф. К этому времени собралось 13 человек, из них 6 профессоров, 5 из Большого театра и 2 преподавателя. Без остановки я спел перед фонографом три своих песни – «Песня автономии», затем «Песня рабочего» и третья – «Юрюнтуллук курдукду». Тогда они для дальнейшей работы со мной выбрали фольклориста Гусабродского. В течение 14 дней я ходил к нему и напевал все наши якутские напевы, которые он записывал на ноты. Обещал напечатать на гектографе и отправить в Якутск. К сожалению, первая попытка напечатать сборник нот якутских песен оказалась безрезультатной. Не случайно в звуках корымпы музыканта много грусти и печали. Да и в семейной жизни Адам и Агриппина Скрябины пережили немало испытаний. Они потеряли троих рожденных детей. В живых осталась лишь четвертая дочь – Евдокия. Возможно, в минуты скорби музыка была спасением, чтобы не пасть духом, а в минуты радости окрыляла, чтобы продолжить путь к заветной цели. Специально его командировали в Москву в 1925 году. И там он встречался с выдающимся музыкантом, композитором, инструментоведом Дмитрием Армановичем Аргальевицким. Народный комиссариат просвещения Якутии нашел необходимым командировать в Москву одного из наиболее деятельных музыкантов для получения соответствующего музыкального образования. Миссия эта выпала на долю Адама Васильевича Скрябина, который по приезде в Москву стал слушателем специальной теории нашего класса. Потом в 1927 году, когда он уже учился на втором курсе, занялся этим делом, что он хотел перевести на граммпластинку, потому что у него это очень понравилось, когда он в студии был, граммофонные записи понравился, хотел, но не было денег. Поэтому они, так сказать, в бумажном варианте выпустили, но там было очень мощное заседание, оказывается. Все наши известные люди, Донской, Семен Николаевич Второй, скажем, Иван Николаевич, Аимпоис Иванович Сафронов, Николай Егорович Афанасьев, в общем, очень много было известных и влиятельных людей, они боролись вот как раз с московской диаспорой композиторов, хотели просто-просто выпустить очень простого, так сказать, варианта. Они все-таки настояли, вышло как хотели. Я написал все-таки для подтверждения вот этого сборника написал 12 якорских народных песен из 12 театра сборника «Парафраз для фортепиано». Что такое парафраз? Это один из видов обработки народных песен именно виртуозном исполнении. Вот потому я передаю интернационную сферу и звукоидеал именно профессиональной точкой сборной формы. Это читают основой. Это настольная книга любого музыканта. Люди говорят, что всего три ноты, что там смотреть. И о трех нотах, что иногда микротональ здесь есть. «Парафраз для фортепиано» «Парафраз для фортепиано» «Парафраз для фортепиано» «Парафраз для фортепиано» Я со всей убежденностью считаю, что если бы не было Адама Скрябина, то последующих имен Хармейстеров, как Корнилов, как Баишева, как композитор Мажерков, они просто были бы немыслимы, потому что открыл двери в профессиональную музыкальную культуру, прежде всего, Адам Скрябин. Главная мечта Адама Васильевича Скрябина сбылась. Народные напевы, собранные им, песни, которые он создал соавторстви с разными поэтами, обрели полноценную музыкальную форму. И казалось, что вот он закончит Московскую консерваторию и ему быть первым профессиональным композитором Якутии. Но палитра жизни Адама Скрябина от него уже не зависела. Субтитры создавал DimaTorzok